Крестьянским хозяйствам должна быть предоставлена возможность тесно взаимодействовать с крупными торговыми сетями. Проблем в отрасли хватает. Сейчас фермеры не могут напрямую поставлять свою продукцию большими партиями на рынке и в магазине. Единственный выход – перекупщики, которые накручивают цены. Аграрии высказали предложение о том, как уменьшить их число и снизить стоимость продукции для потребителей. Казахстан считается аграрной страной. Но в последнее время складывается совсем другое впечатление. На прилавках магазинов все больше привозной продукции. Этот вопрос сегодня поднял президент. По его словам, сельхозпроизводители не могут обеспечить бесперебойную поставку товара. Не справляются с этой задачей и перекупщики, с которыми глава государства поручил разобраться. У фермеров сейчас не лучшие времена. Обеспечить себя складами для хранения продукции, а также ее транспортировкой с полей до крупных населенных пунктов, может не каждый, даже средний по меркам бизнеса, крестьянин. Без перекупщиков все равно не получится. Но как-то минимизировать надо их количество и усилить контроль за их ценообразованием. Здесь должно работать наше агентство по защите конкуренции. По 10% спокойно добавляют. Это уже есть и 3-4 посредника. Перекупщики хорошо устроились. Из-за низкой рентабельности фермеры готовы отдавать им свою продукцию почти за копейки. Помочь может только субсидирование. Это позволит и снизить цену до товара, уверены специалисты. Больше конкуренции, больше продукции, ниже цена. У Мирзахмеда снабаева тепличное хозяйство по выращиванию фруктовых деревьев. Бизнес, говорит аграрий, еле держится на плаву. До сегодняшнего дня кредитования было 7-8% ставка на 8-10 лет. Но она сегодня уже себя не показывает такую рентабельность. Потому что 7% очень большая ставка. Наше требование сельхозников это 2-3%. Президент поручил разработать механизмы поддержки фермеров. Крестьяне говорят, кроме семян, удобрений и пестицидов подорожала и сельхозтехника, изноженность которой составляет порядка 80%. А цены на тракторы и комбайны выросли по сравнению с прошедшим годом в два раза. Президент также поручил сегодня выдавать льготные кредиты на покупку сельхозтехники за счет средств Жаслдаму, который принял дела у оператора РОП. Будьте в курсе всех событий, происходящих в стране. Подписывайтесь на YouTube-канал Информбюро 31. Ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях. А чтобы первыми увидеть все самое важное, нажмите на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok